Смотрите первыми в программе «Утро первых». Лёгкие города. В общем, бонусов много, и об этом стоит задуматься. На чём можно сэкономить, если грамотно спланировать природный каркас, расскажет Кирилл Гусев. Не страшно о страховке. Как обезопасить клиентов банка от ненужных им услуг, узнаем у эксперта. А вас просто обмануть. Среднестатистический человек врет три раза за 10 минут разговора. Сергей Ремезов составил правдивый рейтинг лучших сериалов на свой вкус. Утро среды. Встречаем с потрясающим Николаем Фомушиным. Друзья, приветствую всех. Видите, 7 часов утра, а я, например, узнал для себя что-то новое. Например, что сегодня я вот потрясающий, а раньше был гениальный и неповторимый. И вы знаете, так, наверное, будет с каждым, кто включает утро первых. Можно узнать что-то новое, полезное, интересное для себя. Сегодня поговорим об изменениях, которые вступят в силу с 1 апреля. И это может быть актуально для каждого. Не вижу смысла... Прошу, здравствуйте. Не вижу смысла задерживаться. И начинаем, как всегда, с выпуска новостей и прогноза погоды. ФСБ России разработала документ, дающий доступ к базам такси, чтобы отслеживать пассажиров. Информация по заказам должна передаваться спецслужбе во внесудебном порядке. Также ФСБ намерено получить доступ к данным геолокаций и к средствам платежа пассажиров. Проект подготовлен в рамках закона такси, который вступает в силу 1 сентября. Полеты между Калугой и Минском возобновят в следующем месяце. На два первых рейса 2 и 6 апреля открыта продажа билетов. Детали сотрудничества губернатор Владислав Шапша обсудят в ходе визита в Республику Беларусь, куда на следующей неделе полетит как раз из международного аэропорта Калуга. Во Франции выпустили парфюм для тех, кто увлекается чтением, запахом книжных страниц. В аромате легко улавливаются оттенки бумаги и чернил, а также мускуса, мимозы и кунжута. Цена на новинку начинается от 10 тысяч рублей. В Великобритании выпустили монету с изображением школы чародейства и волшебства Хогвартс. Представлена она в различных номиналах. Монета со школой завершает коллекцию вселенной Гарри Поттера, приуроченная к 25-летию первого издания книги. Продажи коллекционных денег уже начались. В Калуге установили первые пять контейнеров для ненужной одежды, которая будет отправляться на переработку. На каждом контейнере есть памятка, что можно и чего нельзя туда класть. Отнести лишние вещи можно по адресам. Грабцевское шоссе 73, Автомобильная улица 6, Кирова 31, Советская 107 и Энгельса 163. Последний писк собачьей моды. В США представили коллекцию для домашних питомцев. На подиум вышли собаки и даже одна кошка. На четвероногих были самые модные цвета сезона. Пурпурный, индиго и пыльная роза. Моделями показов стали собаки из приютов. Так им помогали найти хозяев. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В клинике «Остро» Профессиональные врачи, современное оборудование, собственный стационар, послеоперационная реабилитация, в том числе бесплатные операции по полису ОМС. Подробности по телефону в Калуге. 22 20 60 Это руки Димы Белова. Они думают, что уже через месяц смогут управлять сложным цифровым станком. И правильно думают, потому что Дима – выпускник профессионалитета. Мы научим думать своими руками. Выбирайте колледжное проф.рф. Ведущие работодатели уже ждут наших выпускников. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Привет! Тебе от 14 до 22 лет? Ты оформил уже Пушкинскую карту. Не знаешь, чем себе занять в свободное время? Театры, концертные залы, музеи, кинозалы ждут тебя. Как оформить Пушкинскую карту? Проще простого. Зарегистрируйся на портале Госуслуги и скачай приложение Госуслуги Культура. Следуй инструкции и виртуальная Пушкинская карта у тебя в телефоне. Хочешь получить пластиковую карту? Добро пожаловать в любое отделение Почта-банка. Не скучай. Развлекайся. Развивайся. Вокруг столько интересного. За эти 14 лет, которые здесь настоятель, в селе практически уже всех знаем. Кто-то пытается в жизни поступать по-другому. Кто-то по заповедям, кто-то по совести. Ну, заповеди они для совести-то и написаны. Здесь вот вам покажу мощи. Спиридона Тримефунского чудотворца, праведной Анны, мощи частица. Семь лет преподавал в киевских духовных школах. Как никогда требуется прежде всего от нас такая соборная совместная молитва, и в том числе иконе Пресвятой Богородицы умягчения злых сердец. Хочется, чтобы было побольше прихожан, чтобы люди шли к Богу. С 1 апреля будут внесены изменения в области страхования. Теперь, продавая полис, вам должны будут дать справку, содержащую краткую и ясную информацию об этом продукте. Зачем это и от чего это должно защитить? Узнаем у нашего постоянного гостя Юлии Давыдовой, эксперта Калужского отделения банка России. Юлия, доброе утро. Доброе утро. Итак, собственно, я сделал небольшой анонс, что 1 числа будут изменения. Конкретно, что произойдет с этими страховками? Зачем это? Да, с апреля этого года вводится обязательное требование для страховщиков при заключении договора добровольного страхования при продаже таких полисов представлять краткую памятку, где ясно и понятно будут изложены основные условия продажи страхового продукта. Еще его называют паспорт финансового продукта. Это сделано для того, чтобы, во-первых, в первую очередь сам покупатель понимал, что за дополнительную страховку он приобретает, в каких случаях, соответственно, предусмотрены выплаты по договору страхования, но и также это сделано для того, чтобы обезопасить покупателей от недобросовестных практик, связанных с подменой продукта, то есть продажа одного продукта под видом другого, ну и для того, чтобы, например, банки при выдаче кредита не вводили в заблуждение своих клиентов, продавая дополнительные страховки. Ну вот просто, в принципе, все же условия были изложены в договоре, и этот договор, ну, многие и не читали. Просто где гарантия, что сейчас буду читать эту справку, и то есть что она решит каким-то образом этот вопрос? То есть не плодим ли мы с сущности? Или она что-то заменяет, эта бумага? Этот паспорт, сказали, продукты? Да, ключевая особенность состоит в том, что эту памятку должны вам представить до заключения договора, как раз таки до того, как вся эта кучка бумаг вам попадет в руки. То есть это своего рода информационный документ, где изложены основные условия покупки страхового продукта, какие у вас есть риски, для чего, собственно, вы приобретаете эту дополнительную страховку. Поэтому, конечно же, она не подменяет с собой договор. Договор также нужно внимательно читать и изучать. Но это своего рода такой способ защитить потребителя и еще раз обратить внимание на приобретаемый продукт. А давайте тогда еще раз четко проговорим, что будет в этой справке, что нам можно там посмотреть и что там должно быть. Форма этой памятки, она разработана Банком России, и, соответственно, в ней в табличной форме содержатся основные условия. Это, еще раз повторюсь, собственно, что за страховка, что вы, собственно, страхуете, какие у вас есть риски, при каких обстоятельствах наступает страховой случай, в каких случаях вам положена выплата, в каких она вам не положена, соответственно, какие документы вы должны представить для того, чтобы получить выплату. Ну, собственно, вот базовые условия. И самое главное, в памятке разъясняется тот самый период охлаждения, ваше право отказаться в течение 14 календарных дней от приобретения этого продукта. От приобретения или когда я уже приобрел и подписал все? Да, вот когда вы уже, собственно, приобрели страховку, но потом по каким-либо причинам передумали, поняли, что она вам не нужна. Соответственно, у вас есть 14 календарных дней, период охлаждения, в течение которого вы вправе отказаться, расторгнуть договор и, соответственно, получить свои деньги назад. А вот это уже интересно, ведь часто бывает, что такие страховки предлагают и их покупают не из-за того, что она, к примеру, нужна, а из-за того, что она меняет условия, допустим, кредита или приобретения какого-либо продукта. Хорошо, я тогда согласился на эту страховку. Мне дали там кредит или какие-то дали специальные условия, потому что я купил этот продукт и потом я отказываюсь. То есть это, по идее, тянет за собой изменение всех остальных условий тогда получается? Да, вы вправы. Вы правы, если, соответственно, вы отказываетесь от страховки, но при этом, когда вы ее приобретали, у вас были более выгодные для вас условия, конечно же, банк вправе пересмотреть ранее действующие условия, в том числе поставки. Но здесь важно помнить, что отказываясь от приобретения дополнительных платных услуг, в том числе страховых продуктов, банк не вправе отказать вам на этом основании, например, в выдаче кредита. Но, соответственно, вы не обязаны соглашаться на приобретение дополнительных страховок. Но пересмотреть условия, вот как в вашем примере, да, банк может. А вот я еще понимаю так для себя, что все-таки вот этот паспорт, продукт, это некий информационный лист. Мы ничего не подписываем, мы ознакомливаемся. А договор – это вот, собственно, то, с чем мы пойдем в суд в случае чего. И может ли такое быть, что вот мы посмотрели здесь, а в договоре больше расписано что-то, и там, что называется, мелкими буквами что-то такое подписано, что как бы потом все-таки меняет эти условия и то, что не вынесено в этот лист? То есть вот не будет ли здесь вот этой правовой коллизии? Ну, конечно, договор, он по своей сути шире, там предусмотрены права и обязанности. Но в памятке все-таки содержатся ключевые условия, которые… Да, ну, своего рода существенные условия, которые вам полностью расскажут о приобретаемом вами продукте. Ну и опять же, повторюсь, договор нужно читать действительно внимательно, памятка его не подменяет, и помнить о том, что у вас есть пять рабочих дней на то, чтобы взять договор домой, в спокойной обстановке его почитать, ознакомиться с ним, и вот можно проконсультироваться с нашими специалистами в приложении ЦБ онлайн, в чате. Расскажите подругу про приложение ЦБ онлайн. Да, у Банка России есть приложение ЦБ онлайн, и на самом деле оно достаточно функциональное и, в принципе, помогает потребителям при приобретении финансовых продуктов. Вот вы можете задать интересующий вас вопрос в чат о финансовом продукте, о том, например, не обманули ли вас, действительно ли вот это условие соответствует законодательству, и на самом деле в чате достаточно быстро отвечают. Также в приложении можно посмотреть наличие лицензии у финансовой организации, да и, в принципе, стать более финансово грамотным и прочитать новости из мира финансов. То есть, правильно ли я понимаю, что это приложение свободно доступно для скачивания, App Store, Google Store, да, все вот эти... На любых платформах, да, его можно скачать. Хорошо, и если уж мы заговорили про вот эти всякие интернет-технологии, мне кажется, уместно спросить вот про что. Понятно, мы приходим в офис банк, как вы сказали, забираем там пять дней, изучаем, но сейчас же все переносится в онлайн, есть онлайн-банки. Работают ли все вот эти правила, эти памятки для онлайн-продуктов, если я хочу оформить страховку сам через приложение в том же банке своего? Да, очень важно, что, соответственно, страховщики обязаны представлять эту памятку, даже если договор заключается онлайн. Соответственно, и сама памятка будет в онлайн-формате, и еще раз повторюсь, она должна быть представлена также до непосредственного заключения договора, то есть он в онлайн-формате для нее тоже предусмотрен. Хорошо, и это стартует уже 1 апреля. То есть это можно, соответственно, требовать, и это должны просто предлагать без всяких, так сказать, дополнительных пояснений? Да, все правильно. А если не дали? Ну, это по своей сути уже является нарушением, соответственно, вы вправе, собственно, отказаться от заключения договора, ну или пожаловаться в интернет-приемную Банка России. Скачав приложение ЦБ онлайн, да? Как вариант. Спасибо большое, что пришли и рассказали нам про все эти изменения, которые будут. Ну, а мы двигаемся дальше вместе с Кириллом Гусевым. Что такое зеленый каркас, узнаем прямо сейчас. Тут у нас внезапно весна наступила, друзья мои. А это означает, что скоро наш город снова станет зеленым. И как раз об этом я хотел поговорить. Дело в том, что экологический зеленый каркас современного города — это точно такая же инженерная система, как, допустим, дороги или камеры видеонаблюдения. Стоп, какая-то инженерная, дерево же живое. А вот так. Город — не лучшее место для зеленых насаждений. Выбирала бы та же липа, где ей расти, вряд ли бы согласилась на центр Калуги. Чтобы все было хотя бы более-менее похоже на задуманное природой, придется прикладывать много усилий. Специальные сорта растений устойчивы к городским условиям, полив, обрезка, лечение. Короче, это целая отрасль экономики города, не просто инженерия, которую нельзя пускать на самотек. Поэтому озеленением и содержанием зеленых насаждений занимаются специальные службы. От того, насколько они квалифицированы, зависит внешний вид вашего города. То есть, будь это ровные аллеи аккуратных деревьев или больные обрубки. Я сказал — отрасль экономики. И это не только про издержки и зарплаты садовникам. Грамотное планирование зеленого каркаса, а даже шире природного каркаса, позволяет экономить на содержании дорог, кондиционировании зданий и даже на ограждениях. Деревья и кустарники поглощают влагу, поэтому на дорогах меньше луж, от которых они разрушаются. Про кондиционирование тут вот какая история. Исследования показывают, что разница в температуре между озелененной и лысой улицей может достигать десятка градусов. Фасады здания обычно светлые, нагреваются мало. Так что вы включаете кондиционер не потому, что там светит яркое солнце, а потому, что оно нагрело улицу, где расположен ваш офис. А что касается ограждений, то сейчас стандарты допускают, что вот эти вот заборчики вдоль перекрестков можно заменять на плотный непроходимый кустарник. В общем, бонусов много, и об этом стоит задуматься. Но чтобы вы не расслаблялись, я скажу страшную вещь. У городского дерева есть срок жизни, и за этим тоже надо следить. Не дело, когда посаженный после войны тополь вымахал высотой с пятиэтажный дом и там всем цвет закрыл. Он и вышеперечисленные функции стал хуже выполнять, и угрожает упасть при сильном ветре. Деревья надо регулярно обследовать и менять на новые, если это необходимо. А новым обеспечивать правильный уход. Интересно посмотреть, что происходит с деревьями в тех районах, где их раньше не было. В полях, которые пошли под многоэтажную застройку. Так, открываем Яндекс.Карты. Не очень много там деревьев. Застройщики сейчас не обязаны ничего сажать. А вот напрасно, мне кажется. Я буду очень рад. Если хорошим тоном станет включение в договор долевого участия перечня деревьев, которые будут высажены в вашем дворе. Тогда и ландшафтным дизайнерам будет больше работы, и питомникам местным больше заказов. Радует, что какие-то подвижки в этом направлении уже случились. Вот недавно прошел аж целый архитектурный конкурс на проект реконструкции старого яблоневого сада. Все цело поддерживают. Еще круче было бы создать специальную службу, как в Татарстане, которая занимается общественными пространствами. Ну, потому что большая часть городских деревьев и кустов находится в общественных пространствах. И вот поручить этой службе все заботы. Ну ладно, это про будущее. Вы мечтали? Пойдем прогуляемся. Наслаждайтесь весной. А на Калуге очень к лицу. И берегите природу. Без нее не круто. 1 апреля стартует весенний призыв. В этом году он продлится с 1 апреля по 15 июля. Как он будет проходить, какие нововведения и что нам следует об этом знать, узнаем у полковника военного комиссара Калужской области Сергея Николаевича Кузьминкова. Сергей Николаевич, доброе утро. Доброе утро. Итак, как будет проходить призывная кампания в этом году? Сколько человек, это весной в плане, и сколько человек планируется вообще призвать? Ну, эта призывная кампания, она не будет отличаться от прошлых. Задание, которое установлено на Калужской области, это больше тысячи человек, которые должны быть призваны. Особенности вот этого набора, они не отличаются. То есть то, что вот сейчас говорили, так информационным идет фоном у нас, что изменяется возраст призывников, изменяется срок, когда комиссия. То есть к этому весеннему призыву, который начинается через пару дней, это не относится еще? Ну, скажем так, это поданы предложения в Госдуму, все вы прекрасно знаете, это изменения на год с повышением возраста, это раз, и возраст до 30 лет. Но пока это предложение, как только будет принято решение, мы обязательно доведем оперативно. То есть пока все по-прежнему? Пока все по-прежнему. Мы также будем направлять все рода, виды вооруженных сил, наших призывников. Комиссия, если призывная, будет принимать решение о том, что какие-то есть особенности для того, чтобы военнослужащик-призывник проходил службу в регионе Калужском, это будет, конечно, все на рассмотрении комиссии. А так, как я уже повторюсь, это рода, виды, все, по всей Российской Федерации. Ну, соответственно, все особенности, которые могут быть, будут приниматься призывной комиссией. В этом году мы уже 10 человек отобрали для участия в президентском полку, и также проводится отбор в режимные подразделения и части специального назначения. А еще вот, кстати, про изменения, которых, я понимаю, не будет, но давайте прокомментируем, что планируют увеличить слог службы опять с одного года до двух? То есть тоже пока это предложение, которое пока... Пока это все предложение, это пока рассматривается. Вот, как только будет окончательно принято решение, доведем свое время до граждан нашей области. Да, а, соответственно, такой вопрос тоже, как можно получить отсрочку? Есть ли здесь какие-то изменения? При получении отсрочек, они как были, так и остались, эти изменения. Это семейное положение, состояние здоровья, еще либо какие причины, которые могут способствовать тому, чтобы комиссия приняла решение дать отсрочку призывнику. Это все осталось в таких же границах, как и было. А что касается подготовки, потому что вот сейчас, опять же, из новостного фона, да, мы смотрим, что меняется характер боевых действий, в том числе вот эти беспилотники, да, будет ли как-то меняться сама подготовка бойцов? То есть какие-то введения, не знаю, новых методик, техник, изучение каких-то новых вещей и оборудования, что-то такое. То, что диктуется, так сказать, временем. Понятно. Но если вы заметили, всегда во все времена совершенствование науки и техники, соответственно, совершенствование методов и способов введения боевых действий. Да, на сегодня, конечно, есть ряд моментов, которые стали для введения боевых действий новыми. Вот. Но, тем не менее, мы готовим хороших специалистов. Сейчас, конечно, востребованы и айтишники, так называемые, которые владеют ситуациями, там, комплексами, скажем, нашим обеспечением, которое позволяет ввести удачное боевое действие, квадрокоптеры, беспилотники. Вот такие специалисты, они востребованы, конечно. Конечно. Вот. И поэтому мы проводим сейчас такую широкую кампанию по привлечению наших граждан на контракт для заключения контракта. Давайте перейдем, да, к этому моменту, потому что вот у меня, я вроде не прохожу по возрасту, но у меня в госуслугах, в социальных сетях постоянно выходит реклама, приглашаем на контрактную службу. Проясните вот этот момент, кого ждут. И, соответственно, очень важный вопрос, который я так понимаю, что это же все-таки сразу фактически набирает на СВО. Или я не прав, и есть какое-то процентное отношение для решения другого круга задач? Я скажу так, что не обязательно это будут контрактники, которые идут на СВО. У нас много подразделений, частей, которые будут вновь формироваться. Есть те, которые сегодня находятся на территории области, и тоже им требуется личный состав. Поэтому это такой широкий диапазон набора на контрактную службу. Те, кто захотят идти на контрактную службу, это люди, я считаю их патриотами. Я считаю, этих людей, которые действительно заключают контракты для участия в СВО, это наши герои. У меня раньше реклама шла «Становись добровольцем», сейчас «Становись контрактником». Ну, добровольцы с контрактником, как бы там ни было, задача одна. Это чтобы наша армия была всегда дееспособной, всегда готова к выполнению любой поставленной задачи. Конечно, контрактники нужны, нужны специалисты. Я всегда говорил и буду говорить за то, чтобы и призывать наших граждан, которые находятся и в запасе, и не в запасе находятся для того, чтобы... Да, из уст военного комиссара призывать наших граждан, конечно, приобретает определенность. Вы знаете, я уверен, что у нас есть патриоты, что, в общем-то, те задачи, которые ставятся перед военкомандом Калуцкой области, они будут выполнены только благодаря тому, что у нас патриотизм наших людей, он всегда присутствовал и присутствует. Да, а вы сказали про план весеннего призыва 1000 человек. Есть ли какие-то планы относительно контрактной службы? Ну, есть планы и относительно контрактной службы, да. Они тоже имеют свои временные, скажем, показатели. И есть количественные показатели, конечно, да. А вот вы видите, по временной, сколько это будет производиться набор и кого, в принципе, в первую очередь ждут на контрактную службу? То есть, так же я понимаю, что здесь наверняка есть какие-то более востребованные специальности или нет? Или не совсем понимают механизмы? Начнем с того, по периоду, да. Этот период всегда регламентируется. Это обычно год, да, вот у нас до 31 декабря. Тоже набрать должны где-то около 3000 человек контрактов. Те, кто больше приветствует, это понятно, устрадефицитные специальности. Это и айтишники, специалисты по беспилотным аппаратам. Но, скажем так, приветствуются все, потому что участие в специальной операции, вы сами понимаете, это уже ситуация, которая позволяет мужчине стать мужчиной. Да, если кто-то сомневался в чем-то, то там проявляются все положительные качества мужчины. Вот, поэтому я всегда радовал за то, чтобы настоящие воины, которые есть на нашей Калужской земле, приходили. У нас созданы сейчас пункты приема личного состава, это на Беляева-1, пожалуйста, они там в любое время готовы будут принять. Если вдруг надо какие-то разъяснения, каждый военный комиссариат муниципальный, который имеет свое задание и задачу, они готовы к круглосуточном режиме рассмотреть, обращать всех граждан, ну и, соответственно, оказать услуги для того, чтобы разъяснить человеку, показать и прочее. Я с собой сегодня принес буклет, такой вот интересный буклет, выпущенный Минобороны. Это очень широкий спектр. Мне, по-моему, эта картинка, как раз, и приходила в государство. Да, поэтому, если есть такая возможность, я прошу вас организовать так, чтобы это было показано для всех тех, кто примет решение участвовать на отборе на контрактную службу. Тут очень хороший соцпакет, это очень хорошее денежное содержание, вот он передаю для того, чтобы как бы в рекламных целях использовать. Действительно хороший соцпакет, спектр деятельности тоже очень большой у любого контрактника. Ну, как я уже говорил, это мужская работа и очень достойное отношение государства к нашим контрактникам. Спасибо большое, что пришли сегодня к нам и прояснили ситуацию. Ну, а мы двигаемся дальше вместе с Сергеем Ремезовым, который несет службу в нашем эфире, рассказывает вам лучший топ. И сегодня он расскажет про детективные сериалы. Смотрим прямо сейчас. Игры были. Фильмы тоже были. Теперь пройдемся по сериалам. За последнее время их количество растет в какой-то бешеной прогрессии. Но, на мой скромный взгляд, нет ничего лучше, чем старые добрые детективные истории с неожиданной концовкой. Доброе утро, дорогие друзья, меня зовут Сергей Ремезов. И сегодня я расскажу вам о пяти лучших детективных сериалах за последние 20 лет. Приятного просмотра. Пятерку лидеров открывает сериал «Менталист». Главный герой Патрик Джейн в исполнении Саймона Бейкера в прошлом работал лжемедиумом. Он симулировал способность общаться с потусторонним миром. Но после очень неосторожного высказывания про серийного убийцу, Патрик Джейн вынужден изменить сферу деятельности и применить свои отточенные навыки наблюдения в работе консультанта Калифорнийского бюро расследований, чтобы отомстить маньяку за его деяния. Среднестатистический человек врет три раза за 10 минут разговора. Доктор Лайтман, как никто другой, умеет распознать эту ложь. В сериале «Обмани меня» с 2009 по 2011 годы Тим Ротт демонстрировал свои навыки узнавать правду везде и всегда. В его агентство за помощью обращаются различные правительственные органы, Конгресс, федералы, премьер-министры и так далее. Но главный вопрос остается без ответа. Может ли человек быть по-настоящему счастливым, если он знает, что все вокруг него постоянно, беспринципно и нагло врут? А вы как думаете? Представьте себе гениального врача, который каждый день буквально вытаскивает людей из того света, но при этом он ненавидит общение с ними, а иногда абсолютно бесчеловечно ведет себя с пациентами и их семьями. Сериал «Доктор Хаос» расскажет вам, как живется такому человеку, и он заслуженно получает третье место в моем топе. Мэттью МакКонахи, Вуди Харрельсон, Колин Фаррелл и Рэйчел МакАдамс. Казалось бы, вот рецепт идеального сериала. И действительно так и есть. Ведь все эти актеры играли в разных сезонах сериала «Настоящий детектив». Картина показывает, насколько трудна и опасна работа детектива, а формат антологии позволяет каждому сезону рассказать свою уникальную историю с новыми действующими лицами. Сериал номинировался в 12 категориях на премию «Эмми» в 2014 году и завоевал целых 5 наград. Вот что означает действительно достойная работа. Ну и наконец, «Вишенка на торте». Лидером моего топа однозначно, несомненно, бесспорно, определенно точно становится сериал «Шерлок». Боже мой, я бы дал ему два первых места. Три, четыре, да бесконечное количество, потому что, на мой взгляд, это лучший детективный сериал в мире. Во-первых, совместить книжную версию Шерлока Холмса с 21 веком – это труднейшая задача. А режиссеры с ней справились безукоризненно. Во-вторых, качественные съемки, великолепный подбор актеров, блестящий дубляж и офигительное музыкальное сопровождение погружают зрителей в напряженную атмосферу детективной истории. Ну и наконец, этот сериал не просто детективный. За четыре сезона режиссеры успели показать зрителям не одну историю любви, рассмешить множеством комедийных сцен и, конечно же, растрогать их чувства драматическими эпизодами. Ну а на этом все, дорогие друзья. Надеюсь, вам понравился мой топ детективных сериалов и, в любом случае, жду ваш отзыв в комментариях. Желаю вам хорошего дня и прекрасного настроения. Всем пока! Что еще нас будет ждать 1 апреля, узнаем через несколько минут. А прямо сейчас прогноз погоды в нашем эфире. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Пришла весна! Тает цена! На наши окна из ПВХ! Подробности уточняйте по телефону в Калуге 55 11 67 Точка Дес Профессиональная дезинфекция и уничтожение вредителей Дезинфекция любых помещений от насекомых Дератизация от грызунов Наши дезинфекторы прошли обучение в Санкт-Петербурге Точка Дес без вредителей и точка Телефон 277 297 Выпьем Лизабакт Если горло в помощь нам нужна Выпьем Лизабакт, родная Выпьем Лизабакт Какие товары выбрать? Выбирайте товары, отмеченные российским знаком качества Проверено Роскачеством Покупайте смело! У каждой мечты есть будущее Государственная программа «Доступная среда» Цель операции является восстановление двигательной активности человека, как будто бы ничего не было При имплантации венозной порции системы мы оберегаем периферическое венозное русло В большинстве случаев даже не требуется общего наркоза Достаточно местного обезболивания в точке пункции сосуда И на приеме есть возможность обширной диагностики Они не думают о том, что рак сейчас излечим Что рак – это не приговор Медицина – это все-таки жертвенная профессия И нужно хотеть заниматься этой профессией Нужно хотеть лечить людей А для того, чтобы лечить людей, нужно много учиться 1 апреля не только начнется призыв и не только вступят изменения, касающиеся страховок 1 апреля отмечается 150 лет со дня рождения русского композитора Сергея Рахманинова Как к этому готовится Белинка? Что это, в принципе, был за человек, узнаем у нашего гостя Заведующий музыкальным отделом библиотеки имени Белинского Ирина Леонидовна Тихонова Ирина Леонидовна, доброе утро Доброе утро Чем вам близок Сергей Рахманин? Ну, мне не просто близок Это мой любимый композитор Причем, вы знаете, это тот редкий случай, когда он не просто для меня композитор Он еще и личность Личность, умевшая дружить, умевшая любить Он был очень хорошим мужем Он был очень хорошим отцом Я уже не говорю о том, каким он был композитором А еще говорят, что он любил так покутить И вот даже был в ресторане Яр, так легендарный ресторан Яр в Москве И там, если прийти, я там выступал несколько раз И там прямо на стене написано Был Рахманинов, там Рахманин, да И вот что он Вполне вероятно, но русская натура, ничего удивительного Как, может быть, он, как Есенин, читал стихи проституткам и с бандитами Я этого не знаю, об этом никто не пишет Не буду утверждать ничего Но я другое знаю Что Сергей Васильевич соответствовал еще одному постулату Кто из русских не любит быстрой езды Я знаю, что он приобрел машину Лорен Дитрих Научился водить Причем водил виртуозно И, естественно, лихачил Вот как кутил, не знаю А как лихачил на машине Об этом многие вспоминают И, кстати, когда он был в своей любимой Ивановке Это имение его супруги Натальи Александровны Сатиной Рахманиновой В общем-то, душу в это имение Вкладывала не столько Наталья Александровна Сколько Сергей Васильевич Причем не только душу Но и очень приличные средства И, кстати, он оказался хорошим хозяином Потому что при нем Ивановка процветала Так вот, он, купив машину Разъезжал по окрестностям Возил, катал Вот это было бы прикольно Как сейчас, знаете, вот эту громкую музыку включают Он тоже разъезжал, колоночка, а оттуда он же и звучит Вот в этом был бы определенный шик Это, может быть, было бы прикольно Но вряд ли реально Жаль Поэтому, наверное, жаль Но я хочу сказать, что он на своей машине катал крестьянских ребятишек Естественно, когда у него были пассажиры в машине Кого? Девушек Женщин Вы знаете, я думаю все-таки, что это не о Сергея Васильевича Я повторяю, он был хороший муж Вот, поэтому, да, лихачил, он здорово Вот, вы знаете, я не могу у вас не спросить Хотя предполагаю, что у вас ответ будет для всех А вот Сергей Васильевич Шахманинов, он для кого? Потому что я, когда у меня должен был появиться ребенок Я слышал, что включайте маленьким детям Это вот формирует интеллект Потом я слышал, что некоторые бизнесмены любят включить его фоном Чтобы это стимулировало какие-то вот эти некие эвристические откровения И вот я ребенка включаю, и он все равно просит Синий трактор и Оксимирона Признан иноагентом Министерства юстиции Понятно Вы знаете, я не думаю, что музыка Рахманинова служила бы фоном Мне думается, что она была предназначена не для этого И, ну, это, естественно, субъективное мнение Но мне думается, что она была слишком интеллектуальна для фона Все-таки, когда слушаешь Рахманинова, на этой музыке надо сосредоточиться А не просто делать ее фоном Но это я еще раз повторяю Это не истина в последней инстанции Это субъективное мнение А вот еще мы с вами за кадром начали говорить, что он был в эмиграции 26 лет он пробыл Стал ли он после этого опальным? Запрещался ли как-то его музыка? Может, как-то его очернялась сильно? Вы знаете, я вам скажу, что Ну, уж прямо опальным я бы так не сказала Дело в том, что Ну, во-первых, давайте начнем с того Что он в 1917 году покинул Россию Не как эмигрант А как выезжающий за границу музыкант, гастролер Он уехал в Швецию Он уехал в Норвегию Он там концертировал Понимаете, ему не к чему было возвращаться Да, многие говорят Ну, вот возвращались же другие Или, ну, не уезжали же другие Ну, почему все должны быть одинаковыми? Другие не уезжали А Сергей Васильевич уехал Уехал как гастролер Но потом, получив приглашение от музыкальных кругов Нью-Йорка и Бостона Он решил остаться за границей Я думаю, что здесь были, конечно, свои причины Дело в том, что ему действительно некуда было возвращаться В стране, где шла гражданская война И где царила разруха Было не до музыки Тем более не до музыки Рахманинова Ну, не идти же ему в первую кону и Буденного, правда? Ему надо было заниматься своим делом В стране не было невозможно сделать А потом, ну, не надо забывать Что музыкант, он не запрограммированный биоробот Он человек Тем более достаточно тонкой, ранимой натурой Абсолютно Который подвержен и амбициям, и обидам Обиды были Потому что в 22-м году Ивановка, в которую он столько вкладывал и души, и средств Была сожжена дотла Но это может быть некий протест Может быть И вы знаете, я немножко вас перебиваю Но у нас стоит мало времени Поэтому я не могу меня спросить А как библиотека имя Белинского готовится к этому дню 150-летию? Готовиться, это, наверное, не совсем правильный глагол Потому что мы начали отмечать, скажем так, 150-летие Сергея Васильевича за год до юбилея И вот в течение конца 22-го, 23-го годов, ну, во-первых, мы оформили много всевозможных выставок Мы стараемся... Которые сейчас уже можно посмотреть, правильно? Можно, можно Не все Какие-то выставки некоторое время были на витринах Потом их убрали Заменили другими Тоже связанными с историей, биографией, творчеством Сергея Васильевича Я вам скажу, что вот сейчас, да, можно прийти в музыкально-нотный отдел И познакомиться с литературой, причем со всеми изданиями И нотными, и книжными, и аудиовизуальными По жизни и творчеству Рахманинова Но кроме этого, у нас была выставка, например, Рахманина в периодических изданиях То есть, что журналы и газеты писали о Сергее Васильевиче Причем газеты и журналы не сегодняшнего дня Мы находили статьи 20-х годов Американских журналах Переводили эти статьи И представляли их на выставке Понимаете, у Белинки, ну, может быть, немножко свой ракурс Потому что мы популяризируем не только музыку Рахманинова Это то, что делают концертные и музыкальные организации А мы популяризируем издание о Рахманинове И издание его произведений Была выставка «Звучит Рахманинов» На которой были представлены только аудиовизуальные издания В том числе и в исполнении самого автора Да, ну вот вы сказали, что что было, а что будет? Ну, понимаете, мы все приурочили к первому Сейчас я вам скажу Мы все приурочили, конечно, к первому апреля И, ну, скажем так, 95% наших планов уже осуществилось В 21-го числа мы проводили большой музыкальный вечер Это в рамках музыкальной гостиной Он назывался «До встречи ваш Сергей Рахманинов», который мы провели совместно с Домом Музыки И вечер этот вела я А выступали, и вот музыкальные силы были представлены солистами Калужского Дома Музыки Было очень удачно Замечательно Тогда еще можно прийти посмотреть Но вернемся к личности Рахманинова, потому что я вас перебил Хорошо Но сейчас мы вернемся Еще каких-то хочется интересных фактов Вот вы уже, мы поговорили про эмиграцию Про то, что он лихачил Про то, что, по крайней мере, он был в ресторане «Яр» Воскорбово Ну, по крайней мере, там и так написано Еще поговорили, что он любил сирень Вот такой фактик Что было? Сирень любил Это правда Это действительно так Ну, во-первых, начнем с того, что у него есть роскошный романс Который так и называется «Сирень» на стихе Бекетовой Или Бекетовой Я точно не знаю ударения в этой фамилии Во-вторых, если показать нашим зрителям Сегодняшнюю Ивановку, которая полностью восстановлена Полностью По фотографиям Директор этой усадьбы-музея Ермаков Ныне, к сожалению, покойный Он собирал мебель Рахманинова По крестьянским домам В радиусе 50 километров от Ивановки Так вот, сейчас Ивановка Вся в сирене Особенно это красиво в мае месяце Когда сирень цветет Это правда Он очень любил сирень Вы знаете, вы прям Видно, что вы болеете этим И можете так и рассказать Заинтересовать Поэтому не могу не спросить Если вообще не знаком с творчеством Рахманинова С чего бы вы посоветовали начать? Вот такое может быть основное произведение Главное или главное произведение для знакомства? Ну, главное, конечно, не назову Они все у него главные Скажу только так Многие из нас, кто ходил в детский сад Часто на детских утренниках Танцевал под музыку Рахманинова Даже не подозревая об этом Есть у Сергея Васильевича Так называемая итальянская полька Ну, в силу субъективных данных Я не смогу напеть вам эту музыку Но она действительно очень популярна Он ее, эту мелодию Услышал от уличного музыканта Когда был в Италии Приехал в Россию На основе этого мотива Написал итальянскую польку Что я вам могу сказать? Могу сказать о замечательном О замечательных фортепианных концертах Хотела было сказать о втором Потом думаю, нет Надо еще и третий упомянуть Потому что они совершенно гениальные Оба концерта Вот давайте тогда с них мы и начнем Второй, третий концерт Спасибо большое, что пришли Поанонсировали, рассказали про свои планы И про такого замечательного великого композитора А я приглашаю всех в билетку Обязательно Ну, а мы двигаемся дальше И от шедевров музыкальных Переходим к шедеврам, выполненным карандашом Вместе с Юлией Заложных Доброго позитивного утра С блогом Art Insider Сегодня для вас новая подборка Историй из мира искусства Что может быть прозаичнее Самого обыкновенного карандаша Но уверяю вас Что все не так уж и просто Когда человек каменного века Впервые поднял остывший уголек От костра И провел им черту на стене Вот тогда и родился предок всем известного карандаша В 8 веке уже появились металлические карандаши Небольшие кусочки свинцовой, серебряной Или даже золотой проволоки Вставлялись в металлическую оправу И использовались для письма Но такие инструменты были крайне несовершенными Они оставляли на бумаге слабый след И стоили чрезвычайно дорого И вот уже в 16 веке в Англии В городстве Кемберленд Нашли залежи графита Оказалось, что минерал обладает чудесным свойством Дает ровную четкую линию при нажатии Это быстро подметили И стали применять на практике Еще через 200 лет Карандашу научились делать деревянную одежку Современный ветвь средства рисования Придал в конце 18 века французский ученый Николя Жак Канте Он нашел способ смешивать порошок графита с глиной И обжигать полученную смесь в печи Благодаря чему она становилась особо прочной Канте получил патент на этот способ изготовления карандашей А потомки изобретателя разбогатели Современные карандаши принято различать по твердости Причем твердо используют в черчении А вот художники рисуют мягкими Создавая свои черно-белые шедевры Например, зарисовки животных Валентина Серова Или голова Марии Леонардо да Винчи Часто в разговоре, характеризуя что-либо Мы произносим слово примитивный Вкладывая в него отрицательный смысл В искусстве все по-другому Примитивный или примитив Это обозначение очень яркого, необычного направления Когда художники стремятся создавать картины, похожие на рисунки первобытных людей, детей или народное творчество Это своеобразная игра, в которой автор намеренно отказывается от своего профессионального мастерства Упрощая и даже огрубляя изображения Цель – вывести искусство из-под контроля разума И вызвать самые искренние эмоции и чувства Гениями примитивизма считается Нико Перасмани, грузинский мастер-самоучка, который писал свои праздники и пирушки на обычных черно-белых клеенках Анри Руссо, совмещавший искусство со службой налоговым инспектором, за что получил в художественной среде прозвище «таможенник» Долгое время его полотна вызывали лишь насмешку со стороны критики И бабушка Мозес – жена американского фермера, занявшаяся творчеством почти в 70-летнем возрасте Чьи картины в 1940-е годы покорили всю Америку, Европу и Японию Теперь, когда будете произносить слово «примитивный», задумайтесь А может быть это все-таки комплимент? Калужская земля богата народными традициями Убедиться в этом можно на выставке «Родное, близкое свое», которую в залах Калужского музея изобразительных искусств ежегодно организует Дом народного творчества и кино «Центральный» Гончарное дело и ткачество, лоскутное шитье и глиняная игрушка, костюмы, изделия из кожи и войлока Далеко не полный список техник и промыслов, представленных мастерами из районов и городов Калужской области в пространстве музея А теперь ответ на вопрос из прошлого выпуска Главное выразительное средство в живописи – это, конечно, цвет Именно он придает картинам особую жизненность и красочное богатство, вызывает эмоции у зрителей На сегодня это все. До новых арт-встреч! Команда «Утро первых» продолжает ездить по площадкам регионального этапа чемпионата «Профессионалы» и знакомить вас с этими площадками и экспертами Юрий Галаян побывал в малярном цеху и сейчас поделится своими наблюдениями Смотрим! Здесь, в ресурсном центре Калужского коммунально-строительного техникума соревнуются маляры Уверен, что совсем скоро на этой площадке появятся декоративные фрески и уютные комнаты, поклеенные обойми Обо всем мы поговорим прямо сейчас с нашей собеседницей, эксперт конкурса Софья Блинова Блин, мне кажется, она не очень понятна на этом плане Я узнал, что эту профессию в том числе осваивают и архитекторы, которые учатся, обучаются здесь Это какое-то нововведение в программу? Да С этого года по новым стандартам архитекторы изучают малярные и декоративные работы Чтобы знать не только, как правильно построить здание, чтобы была красивая картинка, но и сделать красивый интерьер То есть на практике они понимают, как правильно подготовить ту или иную площадку, какой раствор нужно сделать, как его верно нужно нанести Мы сегодня с вами этой практикой займемся Чтобы работа выглядела красиво, нам надо отбить рамку скотчем Угу, у меня тоже свой есть Всегда была, конечно, проблема поддеть скотч, но в перчатках это сделать наверняка еще сложнее Использую специальный инструмент, попробую не отрубить себе палец Что это за раствор? Для чего он нужен? Да, это декоративное покрытие травертина С помощью него мы сегодня сделаем дерево Слушайте, как красиво звучит травертина Дальше нам потребуется кельма Ей мы будем наносить И шпатель является вспомогательным инструментом То есть мы наносим его как? Равномерно на эту площадку? Да Угу И дальше тонко в один слой Угу Наносим на поверхность Слушайте, но цвет-то не меняется фактически, он остается такой же, белый А это основа Угу То есть потом мы получим фактически уже дерево? Да, потом мы его покрасим и будет дерево Нам нужно полностью заполнить это пространство? Угу Очень хорошо Вот как раз исполнение декоративных фресок Об этом я хотел поговорить Насколько это сегодня модно, актуально? Насколько есть вообще на это запрос? Я в принципе не представляю себе, как выглядят эти элементы Сейчас очень часто в квартирах и в жилых домах Вместо поклейки обоев выполняют какие-то декоративные покрытия Угу Наносят на стены И это можно сделать подо что угодно Можно сделать ткань Можно где-то сделать с добавлением элементов дерева Где-то можно сделать металл Угу Опять же, все зависит от назначения Мне сложно представить, как архитекторы с их изнеженными руками Выполняют вот такие работы Потому что сил нужно для этого применять Ну, немалые силы действительно Чтобы эта поверхность получилась фактически ровная А вот такие работы, они входят в конкурсные задания? Да То есть ребята тоже делают в рамках конкурса Что оценивается экспертами, чтобы получить максимальный балл? Бит оценивается в фактуре Насколько максимальный участник подготовил поверхность И добился того эффекта, который от него требовали Ровность, потому что рамка должна быть ровная Сейчас начнем снимать скотч И сами увидите, как это сложно сделать То есть вы меня уже предупредили, что у меня, скорее всего, получилось не очень Ну ладно, тем не менее, я готовлю Сейчас нам надо будет взять буазет Можно еще разочек? Буазет Буазет Так И плавными движениями Сверху вниз Добиться фактуры дерева Таким образом мы получаем фактуру Я могу слева направо, в принципе, двигаться Потому что моя штука приклеилась к столу И я уже не смогу ее переставить Вот так мы выполняем Уклон делать вправо, влево или просто по прямой проводить рукой? Им надо плавно передвигать А, то есть перекатывать его по мере того Сверху вниз, да Слушайте, ну это нужно иметь определенное мастерство Потому что мне сложно определить, где начать, а где закончить Но, в принципе, что-то похожее на дерево Ключилось? Нам надо взять строительный фен Теперь мы будем делать фен? Да, хорошо Или нет? Женщина, вот так вы стараетесь им не путать с обычным Если мы пытаемся высушить свои волосы этим феном, то... Мы их спалим Мы их спалим Отлично, начинаем? Да, включаем вверх Теперь мы берем защитную восковую эмульсию Она белого цвета, поэтому нам ее надо смешать с колером Колеровать мы сегодня будем в черный Две банки Одна светлая будет, а вторая будет темная То есть сейчас мы получим уже какой-то определенный цвет? Цвет, да Дерево у нас у него серое И все эти работы ребята выполняют в рамках конкурса? Конкурса Обязательно надо взять воду Немножечко смочить губку, да? Да И нанести Наша задача добиться того эффекта, чтобы было видно, что это дерево Я первый юноша, который пришел на эту практику Больше девочек занимается подобными работами На архитектуре, да А вот мастера девочных строительных и декоративных работ Там только одни мальчики У меня, в принципе, уже готово Можно подсушить и нанести второй слой более темный София, а что вас привлекло в эту профессию? Если честно, у меня папа строитель Но попала я вообще сюда чисто случайно Я пришла работать после техникума Я отучилась в этом техникуме В специальности архитектуры На тот момент у нас не было малярных и декоративных работ Мы даже не знали, что это такое А потом попросили просто побыть экспертом на демонстрационном экзамене Ну и как-то все закрутилось-завертелось Я съездила на обучение И теперь я здесь, это моя мастерская В которой вы обучаете даже телеведущих И у нас фактически финальный этап исполнения наших работ Нанесение краски более темного цвета Мы получим черное дерево, правильно, София? Да Вы мне отдадите домой мой элемент, чтобы я мог демонстрировать его? Конечно, да Как результат того, что руки-то у него золотые И ваше Друзья, ну, как видите, результат на лицо У меня немножко даже с кокосовой крошкой сверху получился Но это художественная заготовка, так сказать Я попробовал себя в фристайле Какую оценку вы мне ставите? По какой шкале? Ну, давайте хотя бы по пятибайной Классического школьника У меня пятерка сойдет Спасибо, вы очень щедрые сегодня на сцене София, спасибо огромное, что нам все так подробно рассказали Здесь действительно интересно Действительно есть возможность для того, чтобы проявить свои возможности творческие И проявить художественный потенциал Привет вашим подопечным, которых вы обучаете Спасибо Друзья, а мы продолжаем Никуда не переключайтесь Вставайтесь вместе с нами Я уже сегодня говорил, как вы можете оставаться ближе к нам К утру первых и к Ника ТВ в частности Это наш сайт nikotv.ru На котором вы можете в режиме реального времени Смотреть новости, которые выкладываются буквально каждые 20 минут Сделаю это прямо сейчас на ваших глазах Открываем новости В прямом эфире это немножко не открывается Но я это сделаю Да Вот уже сегодня выложены две новости И я хотел бы рассказать вам про следующее Павел Прилучный работает в Калужской области О чем эта новость? Под Меденью на военфильме стартовали съемки нового военного фильма Война и музыка Сценарий этого фильма лежал 5 лет в столе Потому что не было финансирования Но вот сейчас разбита эта тарелка Съемки начались Что говорит сам Павел Прилучный об этой роли И о чем этот фильм? Цитируем запись из его блога Война и мир Про трех молодых ребят, которые ушли на фронт Второй мировой Взяв с собой музыкальные инструменты Очень поучительная история о том, что даже в самые сложные времена Нужно уметь ждать, надеяться и верить В съемках этого фильма принимают наши калужские реконструкторы Которые не раз были в студии Утро Первых Которые, я думаю, придут нам вновь И тоже расскажут немного подноготанно об этом съемочном процессе Но эту новость я взял не случайно Война и музыка Начали снимать такой фильм Но и в этом году Утро Первых, которое будет 9 мая Тоже будет посвящено музыкальной теме На безымянной высоте вы все слышали эту песню И, наверное, не все знаете, что эта самая безымянная высота Находится здесь, в Калужской области 80 лет исполняется подвигу красноармейцев Это будет в сентябре А самой песне, известной песне, исполняется 60 лет Команда Утро Первых решила взять этот сюжет, встретиться с какими-то героями Изучить ее, рассмотреть и, конечно, поделиться с вами Поэтому 9 мая смотрите, повторяйте слова Эта песня обязательно прозвучит в нашем эфире Прозвучит в эфире Ника ТВ, конечно, в городе Но мне остается пожелать вам отличного дня Оставайтесь с нами Это было Утро Первых Конечно, смотрите нас по будням с 7 до 9 утра Отличного всем дня Пока и до новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok